Несмотря на карантин, жизнь животных и пернатых на Измирской станции юнотов течет в своем обычном ритме. Впрочем, появление малышей все меняет, и у семейных пар появляются новые заботы, как у этих морских свинок. У них уже есть подросший отпуск, появившийся зимой, а в конце апреля, снова пополнение, родился еще один малыш. Остальные сидят поодиночке, а вот шиншиллы порадовать пока не могут. Особенность этих очаровательных грызунов в том, что потомство у них появляется всего один раз в году. Зато у мамы мускусной утки забот хватает. Она со своим многочисленным семейством в дневное время находится на солнышке. Среди утят самый большой птенец – гусенок. Оказалось, в утиных яйцах находилось одно гусиное яйцо. В вольере, где живут белки, появились бельчата. У трех мам по два бельчонка. Малыши уже открыли глазки и стали более активными. Один бельчонок из своего дупла выскочил в большой вольер и не знал, как вернуться обратно в защищенное место к маме. Сотрудники мини-зоопарка оказались свидетелями того, как белка бережно взяла своего малыша зубками. При этом он прилинул к своей маме, которая быстро унесла своего шелуна на место. Птичьему дворе распустил свой великолепный хвост павлин. Он сотрясался всем телом, издавал трещотку хвостом и медленно кружился на одном месте. Этот танец он исполнял для самочек. В начале марта станция Юнатов обзавелась новым приобретением. В одесском зоопарке была куплена пара камерунских козочек. Это взрослые особи. Самочка по кличке Луна уже имела потомство, которое осталось в одесском зоопарке. Особенность этой породы – карликовость. Поселили карликовых коз в теплу луну в отдельном вольере, неподалеку от пони. Мы стараемся им во всем угодить, и они отвечают нам тем же. Привыкли ли они уже к новым местам обитания? Да, вы знаете, уже привыкли они, потому что мы пытались их выпустить. Вот они прожили в своем вольерчике, уже прожили больше месяца. И мы их выпускали на пастбище. Нет, они четко в свое время вечером возвращались в свой домик, уже зная конкретно свой маршрут, и возвращались в домик. Поэтому привыкли, знают, где корм. На станции Натов теперь живет пара экзотических животных – дикообразы, герой и красавица. Они также приобретены в одно время с камерунскими козами и тоже в одесском зоопарке. Специально для этих крупных грузунов рабочие станции смастерили домик с откидной крышкой. Дикообразы покрыты черно-белыми иглами. И если животные почувствуют опасность, то могут поранить своими шипами. Домик обили металлическим каркасом, так как дикообразы, как и все грызуны, любят грызть деревянные конструкции. Внутри домик утеплен и разделен на два отсека, в том случае, если появится потомство, чтобы было дело для мамы с малышами. Домик и дикообразов разместили в бывшем обезьяннике, где расположен водоем. Сейчас там находятся черепахи. Дикообразы в жаркое время тоже любят купаться. С людьми практически они еще не контактировали. Я думаю, как начнут приходить посетители, будут приносить угощения, они будут выходить, и я думаю, уже адаптируются. Сейчас они еще как бы немножко настороженно, это и пугливые, не очень любят позировать. Перевезти карликовых коз и дикообразов помог частью суммы зоомагазин «Любимчик». Поездка оказалась не из дешевых. Было потрачено 4 тысячи на автобус. Сейчас в мини-зоопарке кормов хватает. Городская власть выделила в этом году 80 тысяч, на которые станция закупает рыбу, мясо, сено, лекарства и витамины. В связи с карантином детские сады закрыты, а продукты, закупленные ранее, могут испортиться. Решением мэрии овощи, молоко, яйца, детские сады отдают станции ЮНАТОВ для прокорма животных и птицей. Свежей травы в этом году нет, поэтому на замену ей используются овощи и гоголь-моголь. Сейчас на станции ЮНАТОВ пустына. В связи с карантином посетителей не приходит. Раньше в это время здесь постоянно были слышны детские голоса. Удивительно, но обитатели мини-зоопарка загрустили. Им не хватает общения с детьми и их родителями, которые всегда приносили вкусные угощения для своих любимцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok